И всем привет, ребят! С вами Стрываник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас, можно так сказать, разговорного формата видеоролик. Сегодня у нас суббота. Сегодня у нас день после пятницы. Жесткой, нагибаторской, скидочной, черной пятницы. И сегодня я бы хотел бы не поиграть, не потестировать какие-то вооружения. Хотел бы просто вместе с вами обсудить черную пятницу. Обсудить то, как она прошла. И возможно даже в комментариях к этому видосу увидеть какую-то для себя интересную и полезную информацию. И также увидеть то, что вы приобрели за эту черную пятницу. Я же в свою очередь поделюсь информацией, на что я потратил свои кристаллы. Как вы знаете, у меня было около 20 миллионов кри. И что же я приобрел? Что же я приобрел? Что я прокачал? Было даже то, что мне нужно было немножко прокачать. Те ребята, конечно, которые были на стриме, скорее всего, все видели и знают. Но далеко не каждый присутствует на стримах. И далеко не каждый знает, куда улетели мои 20 миллионов кристаллов. Помимо этого, я бы хотел сразу же сказать, что это, наверное, один из самых жестких вложенных праздников, можно так сказать, от игроков в нашу игру. И мне кажется, что разработчики после этой черной пятницы задумаются о подобных скидках в магазине. Потому что те цифры, которые были у нас вчера, я уверен, они были очень и очень крутыми. За счет того, что была проделана неплохая работа со стороны разработчиков. Они поняли, что можно бахнуть хорошую скидочку на контейнеры. И, соответственно, это, конечно же, заинтересовало многих игроков. Игроков и, 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 и еще один немаловажный факт. Это то, что у нас в контейнеры, даже обычные, их не сделали старыми. Вот видите, у меня есть 793 конта. Эти контейнеры не сделали старыми. А добавили в них сразу же те иммунитеты от нового корпуса паладин. Да, то есть у нас давным-давно уже в обычные канты ничего не добавляли, и тут хоп, на паладина все устройства, все иммунитеты, всё добавили. Также добавили ещё и в синее свечение защиту и заморозку, да, защиту от заморозки и защиту от поджога. Ну, что я могу сказать, что я могу сказать, я удивился, я удивился, честно, вот этому моменту и, честно говоря, не понял, не понял, да, как это они не сделали устаревшими, например, большое количество моих контейнеров и не начали набор как бы новый, да, это было бы ещё жёстче. Но для меня это такой приятный бонус, который после того, как я смогу тысячу своих контейнеров накопить, может даже больше, когда буду открывать, смогу получить все эти замечательные устройства на паладина. По краскам здесь ничего не добавили, ну и красное свечение тоже. Что касаемо ультраконтейнеров, то в них можно было очень и очень легко за небольшие количество ультраконтов выбить устройства на Теслу, новые, да, от ЭМИ, от подавления плюс оглушения там, то есть пробитие, все эти новые устройства, их можно было выбить. Видите, вчера я в этом сам убедился, когда один из моих подписчиков открывал ультраконты, довольно быстро, довольно быстро всё это дело начало падать. Также здесь же в ультраконтах также эти все устройства в фиолетовом свечении есть. И в красном свечении у нас добавили все, все возможные скины вчера, которые у вас не имеются в гараже, да, то есть, например, там это XT, это праймы, это стимпанк скины, это ультра, да, то есть все скины, которых у вас нету, все их можно было выбить вчера с ультраконтейнеров. Поэтому закупка со стороны игроков ультраконтами и даже обычными контами, ну, наверное, даже обычные, наверное, нет было смысла покупать ультраконты, всё равно выгоняя, да, то есть за счёт того, что там больше дропа падает. То есть закупка ультраконтами вчера была очень и очень большая, и, как я уже сказал, думаю, что разработчики задумаются и, возможно, даже на Новый год сделают подобную скидочку в магазине. И, может быть, она даже будет более продолжительна, может, также на день сделают 50%, и там будет скидка тоже на конты. Мне вот почему-то так кажется. Но это был бы грамотный мув после такого ивента, когда вы посмотрели ту статистику, те цифры, которые получились, да, я бы тоже задумался на их месте. Ну, а что касаемо моих прокачек, да, я вчера контейнеры никакие не открывал, хоть и в одном моменте я посидел, открыл так магазинчик, посмотрел, да, вот, например, то, что здесь 30-ка стоила у нас почти 2000, да, 1990 тонкоинов, а здесь у нас, получается, контейнеры, эти же самые 30 штук, стоили за 3 800 вроде. Ну, то есть, там еще была даже дешевле чуть-чуть, да, то есть, вернее, не 3 800, а 1900 или 1850, что-то такое, короче, оно стоило. То есть, дешевле, чем вот в этом комплекте они стоили. И я такой думаю, блин, можно приобрести, можно купить, можно открыть, а потом думаю, блин, ну я окей, я открою, открою, у меня тонкоинов будет довольно мало, а потом обычные конты, обычную тысячу я добивать с челленджей своих не смогу. Ну, потому что, то есть, я куплю, например, здесь 30-ку ультракантов, может, даже после того, как я купил 30-ку, я бы купил еще 30-ку, соответственно, у меня бы тонкоинов не осталось бы, и после чего я бы уже не смог покупать последующие челленджи, а с челленджей у нас в золотой цепочке примерно по 25 контов. Да, то есть, ну, равноценнее и грамотнее покупать все-таки челлендж, если я хочу получить большее количество контейнеров обычного, да, поэтому я все-таки не решился и оставил свои тонкоины. Но, 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 вы видите, 12 800 кристаллов, и вы отлично понимаете, что все кристаллы я слил. Поставил на прокачку последние шаги дронов, да, у меня оставались, сколько здесь дронов, можно даже посчитать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 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 да, у нас оставалось семь дронов по 19 шагов, я их уже давным-давно оставил для себя в такой комплектации, да, я, ну, не играю на них, да, мне они особо были неинтересны, эти дроны, но я сказал, что я, когда будет у нас в игре 50% скидки, обязательно поставлю их все на последний шаг, что я, в принципе, и сделал. Теперь у меня будут все фуловые дроны, но для этого надо будет, ну, чуть-чуть подождать, до нового года, конечно, они уже прокачаются, 20 дней, в общем и целом, да, то есть самая максималочка, это 20 дней по дронам, и у меня уже все фуловые будут, но это все мне надо было потратить вроде как 350, там, или 300 тысяч кристаллов с 50% скидкой, это, ну, довольно мало, да, то есть если была бы у нас другая скидка, может, там, где-то 500-600 надо было бы все это дело потратить, поэтому 50% дождался прокачать, прокачал, ну, и купил чуть-чуть припасиков, чуть-чуть припасиков, я, честно говоря, думал, что, может быть, даже получится купить их больше, делал акцент на именно броню, ДДшки и нитрушку, и по тем подсчетам, которые у меня были, по тому, насколько много я трачу каждой расходки, я вчера так ее и покупал, то есть у меня по моей статистике было самое большое потрачено ДДшек, потом нитры, потом ДАшки, поэтому вот по этой схеме я и приобрел свою расходку, самое меньшее количество у меня ДДшек получается, да, ну, и не считая аптек, не считая мин, самое меньшее количество у меня ДДшек, всего лишь 260 тысяч, да, и вроде как, вроде как, если дальше я на кризисе буду продолжать так же саможать эту расходку, как у меня было первые пару дней, да, то есть по той конфигурации, да, как у нас все улетало, то в какой-то момент расходочка приравняется друг к другу и будет равноценно, правильно тратиться. Ну и заодно мне даже самому будет интересно, сколько мы сможем за этот месяц заработать кристаллов до Нового года, потому что, ну, у меня уже давно не было нуля, давно не было нуля, я уже не помню, когда я последний раз все тратил просто в чистую. И посмотрим заодно, сколько расходки у нас останется до Нового года, на Новый год я думаю, что той же у нас будет хорошая скидочка, и там мы эту расходочку вместе с вами тоже сможем еще приобрести. Все-таки я сейчас планирую играть в большинстве своем на кризисе, не меняя его, и расходка будет очень-очень-очень быстро улетать. Поэтому, друзья, как-то так, наверное, все, что я хотел, я рассказал, довольно такой коротенький видос, с одной стороны, да. Если вам подобного формата вообще видосы нравятся, то можете по этому поводу написать, просто я, ну, не особо знаю, да, заходит вам такого разговорного, челового формата видосы, где я не играю, а просто что-то рассказываю, что-то какие-то там свои мысли по этому поводу, да. Ну, мне как-то что-то захотелось, да, по Черной Пятнице высказаться. Также узнать у вас, чтобы вы написали в комментариях, что вы приобрели, может быть, что прокачали, как вам вообще Черная Пятница, да. Потому что кто-то говорил, что, блин, это Черная Пятница, столько скидки, нету никакого ивента. Да, было бы круто, если бы у нас еще был бы какой-то ивент, если бы у нас там были бы повышенные фонды, супермиссии, да, можно было бы еще бы там что-то заработать и еще на прокачечку вкинуть, да, там плюс ультраконтейнеров, халявных супермиссий тоже подобрать, немножечко подзаработать. Но разработчики у нас сделали исключительно скидки и, в принципе, в принципе, я даже, можно сказать, доволен тем, что у нас уже хоть какой-то минимальный перерыв есть, а то все задротства, задротства и задротства были на выходных. Да, сейчас у нас будет такой небольшой перерывчик в этом деле и хорошая скидочка была, все, что надо. Я думаю, что я для себя точно приобрел, а вы напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы приобрели. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь, друзья, на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Ну, а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok